Белевое квартирное рейдерство стало настолько распространенным явлением, что в редкой столичной многоэтажке обходятся без подобного рода конфликтов. А отношения между садольщиками зачастую настолько запутаны, что сложно даже понять, кто здесь жертва, а кто мошенник. Я выпускала школу, они закрыли камеры, пихнули меня в дверь, вот так вот и ворвались. Они закрыли дверь, не выдают ключи. Знакомство Веры и Любови Громовых с непрошенным соседом началось с грохота вскрываемой двери. Пристроить школу, отойди от нее! Отойди от нее! Вторгшийся некто Александр Лукашевич с порога заявил, что купил долю квартиры, принадлежавшую родственнице Громовой, пропавшей без вести 8 лет назад. Мы написали заявление в полицию, что у нас пропала родственница. Но полиция нам в возбуждении уголовного дела отказала, потому что якобы бабушка 82 года явилась каким-то другим мужчиной и сказала, что она не хочет с нами жить, это ее желание такое. Через полгода она мне буквально приходит письмо от некоего мужчины, который мне говорит, что он вступил уже в завещание. Несмотря на очевидно криминальную подоплеку, Громовы суд о своем праве выкупа доли проиграли. Мне продал человек через агентство Инкон, есть документы. За сколько вы купили и сколько здесь? Одна, вторая? Это не касается за сколько. Он станет, он ждет у меня сделки. Он купил долю за мамили, он продаст мне за 4. Любовь Громова, недавно перенесшая инсульт и тяжелый перелом, говорит, что над ней жестоко издеваются. Чего вы посадите? Чего? Он меня убьет. А он меня убьет. Я же вонючая бабушка, как он сказал. По мнению юристов, все это тянет на целый букет уголовных статей. Он намеренно приобрел эту долю, я думаю, не более чем за миллион рублей, а на самом деле требует у них 4. И тут у нас статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вымогательство. Однако полиция, которую вызывали доведенные до отчаяния, женщины так не считает. Ведь формально все документы у Лукашевича в полном порядке. Мое мнение также состоит в том, что, конечно, их престарелая родственница, возможно, была убита. В любом случае, ее смерть могла носить криминальный характер. И именно поэтому сейчас ее доля оформлена не на родственников, а на чужих лиц. Он обязательно на этой неделе придет с болгаркой, спилит дверь и закроет на замок комнату. Итог крайне тревожный. Как получилось, что две москвички оказались абсолютно беззащитны перед агрессией захватчиков? Почему полиция демонстративно устранилась от защиты законопослушных граждан? И самое главное, кто будет следующей жертвой?